В Беломорском районе Карелии расположены интереснейшие археологические памятники, знаменитые петроглифы. Возраст наскальных рисунков насчитывает 4-6 тысячелетий. Изображения, нарисованные или выбитые на камни, отражают представление древнего человека об окружающем мире и являются местом проведения религиозных обрядов. Археологический комплекс находится рядом с городом Беломорск, куда можно добраться на поезде, следующем в направлении Мурманска, или на автомобиле по автотрассе «Кола» до поворота на Беломорск. Из города до места, где находятся исторические памятники, дорога занимает 15 минут на автомобиле, немного больше на рейсовом автобусе. На парковочной площадке есть информационные стенды, сувенирные ларьки, палатка с горячим чаем и перекусом. Здесь же можно найти и местного экскурсовода. По деревянному мостику нужно перейти протоку, а затем по дорожке через лес за 15-20 минут дойти до места. Схема салона Boeing 737-800 авиакомпании «Россия» на скальные рисунки расположены на нескольких островах в устье реки Вык. В Беломорском комплексе насчитывается более 2000 выбитых фигур. Большинство изображений размером 40-60 см, но попадаются экземпляры от 10 см до 4 м длиной. Не все они находятся в доступных местах, часть скрыты под водой. Наиболее известны три группы петроглифов «Залавруга», «Бесовые слитки», «Ерпин-Пудас». Схема салона Airbus A319 авиакомпания «Россия» комплекс «Залавруга» – самый доступный из всех и наиболее часто посещаемый. Здесь находится большое скопление наскальных рисунков. Чтобы сохранить выбитые знаки, по камням и между ними проложены мостки. Из инфраструктуры имеются сувенирный ларек, туалет, домик смотрителя, оборудованы места для отдыха. Основные сюжеты петроглифов «Залавруги» – сцены охоты, рыбалки, животные и птицы. Наиболее популярны фигуры лодок и людей. Из всех петроглифов наиболее заметен рисунок натуральной величины, изображающий охоту на оленей в разные времена года, часть охотников идет на лыжах, а другие плывут на лодке. Самый растиражированный петроглиф – плишущий человек, который якобы помогает исполняться с самым заветным желанием. Схема салона «Боинг-747-400» Авиакомпания «Россия» первыми были обнаружены петроглифы на острове Шойрукша при строительстве Беломарканала. На горизонтальной скале выбита цепочка человеческих следов, ведущих к метровой фигуре человека в позе шамана. Многие годы местные жители считали бесовые следки священным местом. Всего на скале выбито более 300 фигур, самых древних из найденных, поэтому для сохранения рисунков сверху был установлен павильон, доступ в который ограничен. На большом острове Ерпин-Пудас расположено множество групп изображений. Основная тематика – охота людей с луком или копьем в руках, эротические картины, охота неизвестного божества на тюленя. Выбитые знаки можно обнаружить у самой кромки воды. Многие петроглифы сильно сгладились от времени и от воды, разглядеть их в дневное время сложно. Увидеть их проще, когда выбивки оттеняются лучами восходящего или заходящего солнца. Беломорские петроглифы – уникальный памятник древнего каменного искусства. Некоторые фигуры очень реалистичны, по ним легко угадывается смысл изображения. Над некоторыми знаками ученые ломают головы до сих пор. Рисунки, простые с виду, остаются непонятными. Тысячи людей, ежегодно бывающих в этом знаковом месте, по-своему истолковывают содержание наскальных изображений. Расшифровать все древние знаки уже не получится. А вот прикоснуться к древней истории и полюбоваться великолепными пейзажами Карелии доступно каждому.